Астрид, где ты? О боже мой! Что ты здесь забыл? Я пришел сюда, чтобы проведать тебя. Кто-то влогнился в ваш дом? Нет. Почему бы? После того, как ты мне сказала спрятать мои таблетки, я так и сделал, но... Пока я спал, кто-то вломился в мою комнату. Они разгромили это место. Они приняли твои таблетки? Так, есть. Брит. Во что, черт возьми, ты меня втянула? Хотела бы я это понять. Вот ты где, тетя Брит. Орсен? Где ты это взял? Я получила это от тебя. Ты дала ему пистолет? Конечно нет. А почему у него пистолет? Орсен, отдай мне пистолет. Нет, я хочу снова пойти пострелять. Ты сказал, что мне можно. Я бы никогда не сказала ничего подобного. А теперь отдай мне пистолет. У меня возникают воспоминания о Еве, Брит. Где мама Орсен? Леди из леса приходила сюда. Она была здесь? Я хочу, чтобы ты показала мне, как стрелять. Ты обещала. Стань снова веселой. Блин, Рэйчел. Где Фейт? Наверху. Спит. Я должен пойти проверить. Это правда, что она сказала? Криста сейчас возглавляет фонд? Фейт сказала, что Криста хочет заменить меня. Это то, чего ты хочешь, Эрик? Я хочу, чтобы наша дочь была в безопасности. И я не уверен, что план Криста поможет в этом. Ты, мать, Фейт, Рэйч. Любой план, в котором нет тебя, это не то, на что я могу рассчитывать. Я просто хочу знать, что на самом деле случилось с Фейт. И как я могу помочь ей. Барбара похитила ее. Что? Откуда ты знаешь? Она... Рассказала мне. Что? Когда? Где она? Я привязала ее к стулу в подвале. Ты что? Она призналась во всем. У меня не было выбора. Я хочу ее видеть. Тебе нельзя спускаться туда. Почему нет? Потому что я не могу ее видеть. Она согласилась рассказать мне, что она сделала с Фейт. Но только она скажет мне, как ей помочь. Если я отпущу ее. Ты же на самом деле не воспринимаешь это серьезно, так ли? Рэйчел. Что ты собираешься делать? А ты что думаешь? Я собираюсь ее сказать, рассказать мне все, что она хочет того или нет. Нет, перейти! Нет, подожди. Причинить ей боль может быть именно то, что она именно хочет. Мне все равно. Эрик, послушай меня. Она вестница. Она хочет причинить боль и страдания для того, чтобы призвать Мора. Что ты задумал? Я забираю Фейт из этого дома. Ты не можешь забрать ее у меня. Я? Нет. Я просто заберу ее на несколько часов, пока ты разбираешься с этой сукой внизу. Тетя Брит, давай! Тебе нужно забрать у него этот пистолет сейчас же. Я пытаюсь. Орсен? Орсен, послушай меня. Остановись прямо сейчас. Ты должен вернуть мне пушку. Нет! Постреляй со мной! Орсен? Любимчик? Не нужно, чтобы ты опустил пушку. Нет! Моего друга произошел неприятный инцидент с пистолетом. И это его расстраивает. Не, все равно. О боже мой! Берегись! Спасибо. Не за что. Орсен, ты... Орсен! Стой! Не иди туда. Я должна, он в опасности. Ты ему не поможешь, если тебя убьет то, что там скрывается. Сначала нам нужен план. Орсен, ты здесь? Притормози. У него все еще этот пистолет. Он злится на меня, но не на тебя. Я с этим разберусь. Я просто ему не доверяю, ясно? Возможно, он маленький мальчик, но боже мой, Брид. Я не могу не думать о Еве. Ева была другой. Я вижу в его глазах то же выражение, что и в ее. Это тьма. Я вижу это во всех вас, Йоханссоны. Но некоторые из вас способны контролировать это лучше, чем другие. Кто такая, Ева? Орсен? Спускайся. Мы едем в город, чтобы найти твою маму. Она мне рассказала плохие вещи о дедушке. Я больше не хочу слышать все это. Мы просто беспокоимся за нее, Орсен. Мы не знаем, где она, и мы не хотим, чтобы она попала в беду. Скажи мне, кто такая Ева? Он сказал, что у нас одинаковые глаза. Хочешь знать, кем была Ева? Нильс. Она была твоей тетей. У нее был такой же пистолет, как у тебя. Она ранила меня. И убила других кучи людей в этом городе. Нильс, хватит. Он всего лишь мальчик. Давай, Орсен. Нам нужны эти твою маму. Худу ли я таким же, как Ева? Мы поговорим об этом позже. Просто будь осторожна. Больше никакой беготни, Аврора. Теперь расскажи мне, почему ты это сделала. Расскажи мне, что ты сделала с Орсеном и... Или что? Твоя подруга полицейская застрелит в меня? Зачем ты прислала это письмо? Чтобы дать тебе ответы, которые ты так долго искала. Съешь это. Чтобы отравить меня? Расскажи мне, что ты сделала с Орсеном. Это. Вот что я делала с Орсеном. На протяжении всего нашего совместного времяпровождения я кормила его этим корнем. Сначала ему это не очень понравилось, но я думаю, под конец ему почти это взошло. Ты должна съесть, чтобы понять. Не волнуйся. Это тебя не убьет. Но это изменит тебя. Я должна запихнуть этот корень тебе в глотку. Давай, дерзай. Я приветствую просветление. Но потом ты никогда не получишь ответ на свои вопросы о Орсене и обо всем об этом. На самом деле все очень просто, Астри. Записывай свои ответы. Или живи, знай, что ты никогда их не получишь. Наконец-то я ее уложил. Тебе не следовало уводить ее из дома. Рэйчел, я беспокоюсь, что она превращается во что-то, что не является нашей дочерью. Я думал, ты сказал, что она спит. Фейт, ты помнишь эти слова? Как большая девочка? Ага. С помощью священного клинка я избавляюсь от своего недуга. Это очень хорошо, Фейт. Итак, что нам делать дальше? О, боже мой. Мы всего лишь играли. Фейт, отойди от нее. Сейчас же. Какого хрена, Рэйчел? Я говорил тебе, что это небезопасно для Фейт быть здесь с ней в этом доме. И ты. Как ты могла смотреть в глаза нам всем эти недели? Следила за всем, через что мы проходили. И давала думать, что наш ребенок был мертв. Я тебя сейчас убью, черт возьми. Что ты сделала с моей дочерью? Я ничего не делала. Говори! Эрик, она того не стоит. Положи нож. Я забираю отсюда, Фейт. В этот раз по-настоящему. Ты никуда не пойдешь. Нет. Ты не вправе указать мне, что делать. Не в этот раз. Твоего мужа наконец-то вырос мужской характер. Очень жаль, что его упрямство приведет к его погибели. Никто из вас не переживет увядание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин